Весенняя призывная кампания Квоту на совершение паломничества к святыням Ислама в Саудовской Аравии В 2024 году увеличили для Ингушетии на 12% В этом году в паломничество смогут отправиться 1464 жителя нашего региона Будут организованы прямые рейсы из республики и обратно Как рассказал министр по внешним связям национальной политики, печати и информации региона Руслан Мизиев Республика договорилась с той же авиакомпанией, что и в прошлом году Флайбагдад организует прямые авиарейсы из аэропорта Магас в Медину А в обратную сторону из Джидды в Ингушетию В Джирахском районе проходит обучение альпинизму студенты пожарно-спасательного колледжа В прошлом году между руководством Альплагеря и СУЗа Был подписан договор об обучении будущих спасателей скалолазанию Под руководством инструкторов Кязи Для этого в Альплагере созданы все условия Палаточный городок со всеми коммуникациями и коммунальными услугами И опытные инструкторы с навыками покорения разного рода вершин Студенты пробудут в лагере несколько дней За это время им предстоит пройти обучение от теории к практике Столица Ингушетии отмечает сегодня свое 30-летие Город Солнце основан в 1994 году на месте разрушенной в 1239 году столицы древнего государства Алания 26 декабря 2000 года президент подписал закон о присвоении столицы республики Ингушетия Наименование Магаз Город является одним из немногих специально основанных как столица Самый маленький и самый молодой населенный административный центр субъекта России Город построен практически с нуля Главная достопримечательность – башня Согласия со смотровой площадкой и самым высоким этномузеем В городе много достопримечательностей Аланские ворота, национальный сквер, аллеи матери, отца, а также аллея спортивных достижений Но это далеко не все В его облике постоянно происходят перемены Строятся новые дома и социальные объекты Закладываются парки и скверы За последние пять лет благоустроено 15 общественных территорий По программе формирования комфортной городской среды Население Магаза на сегодняшний день более 16 тысяч человек На территории Магаза около 15 общественных территорий Построенных в рамках разных проектов Некоторые из них спонсировали физические лица Ну, оказывали там помощь городу Некоторые реализованы в рамках проектов «Комфортная городская среда» В частности, в районе набережной у нас запланирован парк На территории чуть более 3,5 гектаров Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу за прошедший год Стали Республика Ингушетия и Тюменская область Замыкают список Ненецкий округ и Брянская область При этом рост потребительского спроса наблюдается в 82 регионах России Свидетельствуют исследования РИА Новости Самый большой рост спроса в прошедшем году отмечался в Республике Ингушетия Где он увеличился на 17,2% Также достаточно заметно спрос вырос в Тюменской области Третью и четвертую строки в рейтинге заняли Республика Адыгея и Ставропольский край В рамках исследования потребительский спрос оценивался как сумма оборота розничной торговли Объема платных услуг населения и расходов на общепит Военно-патриотический спортивный фестиваль «Защитники будущего» впервые состоится в Ингушетии В нем примут участие более 200 человек Это команды из регионов Южного и Северокавказского федерального округов Рассказали в Министерстве молодежной политики и туризма Республики Фестиваль будет проходить 7 дней А площадкой его проведения станет база отдыха в Мужичи В программе запланировано обучение участников базовым знаниям военной службы Строевому шагу, разборке, сборке автомата и не только Фестиваль посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Для гостей также проведут экскурсию по Горному Джайрахскому району К средневековым башенным комплексам и древним храмам Новый нацпроект кадры создается, чтобы поменять систему образования под потребности российской экономики И для этого в него войдет федеральный проект «Профессионалитет», заявила вице-премьер Татьяна Голикова Этот проект стартовал в 2022 году и до 2030 года должен охватить более тысячи колледжей Для стимулирования вложений работодателей в переоборудование таких учебных заведений 28 регионов уже готовы предоставлять им налоговый вычет на такие расходы В Российском Союзе промышленников и предпринимателей этот подход считают перспективным И предлагают расширить его применение Новый нацпроект кадры не только учтет прогнозную потребность отраслей в работниках Но и приведет к качественному изменению инфраструктуры образования, заявила Татьяна Голикова Речь в частности идет об открытии новых инженерных школ, строительстве кампусов и ремонте общежитий Сегодня отмечается Международный день культуры Он учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года Международного договора об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников Этот день имеет вековую историю Идея создания организованной охраны культурных ценностей принадлежит выдающемуся художнику и деятелю русской и мировой культуры Николаю Рериху Который считал культуру главной движущей силой на пути совершенствования человеческого общества И видел в ней основу единения людей разных национальностей и вероисповеданий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова